Приветствую вас, жалко, что вы не написали свой возраст, ну вот сколько вам лет. Это было бы очень кстати, на мой взгляд, потому что можно было бы понять, в каком вы примерно находитесь в эмоциональном состоянии и так далее. Вот, и с какой стороны лучше разговаривать с вами, вот. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что ответ моего коллеги, Кудрячева Игоря Леонидовича, мне кажется, в общем-то, самым правильным на данный момент. Вот. Значит, смотрите, какая происходит история. Значит, вы говорите, можно ли изменить, собственно, ну, человека, да? Можно ли изменить человека? Меня, человека, дело очень неблагодарное, на самом деле, ну просто потому что для этого нужно довольно много всего, для этого нужно довольно много условий, много аспектов, вот. Самое главное, это очень большая забрата энергии по сути дела перевоспитания, она происходит. Ну, я думаю, вы понимаете, что менять другого человека, это очень сложно. Но, с психологической точки зрения, вот именно, с психологической точки зрения, то, что вы хотите поменять, значит, ну вот, человека, да, с психологической точки зрения, это означает, что есть какая-то история про вас. То есть, есть история про то, что вы не удовлетворены собой, есть какая-то история про то, что вы не удовлетворены тем, тем, что у вас, может быть, происходит, тем, что с вами происходит, тем, как вы себя, ну, ведете, или как у вас складывается жизнь, и так далее, и так далее, и так далее, вот. То есть, эта история про вас, что вы хотите поменять человека, потому что люди пытаются изменить других тогда, когда, во-первых, они сами для себя это допускают, а это происходит, а это происходит, на самом деле, не так легко и быстро, то есть, ну, ни с того, ни с сего, значит, прийти к тому, что кого-то нужно менять, это не получится ни с того, ни с сего прийти к этому. То есть, если вы к этому пришли, значит, у вас, вероятно, были какие-то для этого основания, у вас были какие-то для этого предпосылки. Вполне возможно, что у вас в семье кто-то практиковал подобное, вот, хотя, безусловно, это и не факт, что так было, но может быть, вот. Понимаете, в итоге вы хотите изменить другого человека, почему, потому что неудовлетворённость есть с собой, неудовлетворённость своей жизнью, своим состоянием есть, а себя менять вы, ну, не можете, не хотите, боитесь, может быть, что-то и всё, вот. И в итоге происходит так, что он должен, грубо говоря, отдуваться, вот, собственно, мужчина. То есть, здесь обратить внимание нужно на то, почему вы хотите поменять того, кто вроде как является частью вашей семьи, и кто вроде как является вашим любимым человеком, ну, вроде как, потому что вы не написали ничего о том, значит, в каких отношениях вы находитесь, вот, с этим, с этим мужчиной, ну, со своим мужчиной, вот, вы не написали ничего об этом, соответственно, я не знаю, пара ли вы семейная или просто встречаетесь, вот. Вот эта история про вас. Я понимаю, что вам это неприятно слышать, я понимаю, что вы пришли с другим вопросом совсем, но я хотел бы, чтобы вы это для себя поняли. Если вы сейчас даже со мной не согласитесь, то в будущем это знание вам, ну, пригодится и поможет, значит, ну, возможно не совершать тех ошибок, которые вы, вот, собственно говоря, на данный момент совершаете. Ошибка ваша в том, что вы пытаетесь поменять людей, пытаетесь поменять человека, который вам дорог, вот. Это делать не то, чтобы нельзя этого делать, да, вот слово нельзя я бы здесь не использовал, я бы использовал, скорее, слово не экономично и не гуманно по отношению к другому. Тем более, что вы вроде как этого человека сделали своей парой, да, вроде как он для вас имеет значение, вроде как вы им брошите, и тут вдруг вы собираетесь его менять, вот. Подумайте, что именно не устраивает вас, подумайте, как вы пришли к этому, вот, ну, к тому, чтобы менять кого-то, вот, исходя из чего вы считаете подобные вещи для себя позволительными, вот, и, соответственно, с этим уже можно будет работать. А, то есть, если вы хотите кого-то поменять, значит, у вас есть, ну, какие-то желания. Если у вас есть желания, то, наверное, эти самые желания лучше удовлетворять, ну, самостоятельно. Ну, я думаю, что вы с этим, с этим согласитесь, я надеюсь, да, вот. Ну, просто потому, что самостоятельно удовлетворяя свои желания, вы всегда более свободны в выборе своего поведения и средств, чем, например, когда вы не зависите от кого-то. С другой стороны, зависимость от кого-то, это тоже не возникает на ровном месте. Если вы в данном случае зависимы, скажем так, от своего мужчины и от его решения касаемо родных, то вполне возможно, что у вас есть некоторые проблемы, может быть, с самооценкой, там, и так далее. С самооценкой и личными границами. Вот, но всё это в общем и целом решается, всё это в общем и целом корректируется. Самое главное, чтобы у вас было желание, значит, что-то с этим делать, вот. Самое главное, чтобы у вас была потребность что-то менять, да, вот. Теперь, что касается, значит, что касается самого мужчины, да, можно ли его поменять, то ответ на этот вопрос будет положительный. Поменять его можно, изменить его можно, но для этого он должен захотеть сам это делать. То есть он должен захотеть сам измениться, он должен захотеть сам поменяться. Для того, чтобы он захотел сам поменяться, нужно делать совершенно противоположно тому, что вы делаете сейчас. А именно, нужно оставить человека вместе с его последствиями. Нужно оставить человека вместе с результатами его деятельности. Что это значит? Это значит, что если он не может, ну, отказать своим родным, да, в помощи, то человек находится, в общем и целом, в своем праве. Вот, ну, то есть он имеет, в общем, полное право делать так, как он делает, да. То есть он, в общем-то, вполне может оказывать помощь, любую, любую помощь он может оказывать своим родным. Да? Вот. Понимаете, вы вот здесь переходите его границы лично в том, что, как бы, требуете и принуждаете его к тому, чтобы он перестал помогать своим родным. Это вот, в корне, неверная позиция, да, потому что, ну, это родные мужчины, и он, как бы, ими дрожит. Вот. Ну, подождите, пожалуйста, возвращать, да, потому что не все так на самом деле просто. Если мужчина готов, значит, помогать своим родным, даже в ущерб вам, как мы могли заметить, это его право. Но ваше право, вместе с этим, ваше полное право не находиться с ним рядом, если он, ну, не дает вам внимания, если он не, значит, не обеспечивает вас. Знаете, какая история? То есть, что это значит? Это значит, что если мужчина, если мужчина не может обеспечить вас обоих, и вы видите, что ситуация происходит как бы в ущерб, да, то есть, в ущерб вам, то это выбор мужчины, вам этот выбор нужно принять, и вам нужно действовать в соответствии со своим выбором. Что есть его выбором, а есть ваш выбором. И вот вам, вам нужно сделать свой выбор. То есть, хорошо. Ты не хочешь, значит, ничего делать для, ну, для меня, например, говорите ему вы. Это твоё право, да? Твоё право ничего не делать для меня. Ну, и, соответственно, моё право, да, от тебя отдалиться, например. Право вы это делаете? Да, право. И всё. Здесь, опять же, мой коллега прав, Кудрыщев Игорь Леонидович прав в том контексте, что вы пытаетесь человека поменять. И пытаясь человека поменять и переделать, вы не позволяете ему вырасти личностно, вы не позволяете ему столкнуться с результатами, с последствиями того, что он делает. И тем самым, а тем самым, ситуация не меняется, потому что нет стимула. Стимул появится только тогда, когда человек столкнётся с непосредственно результатом своей деятельности. А он не столкнётся, пока вы будете его уговаривать. Пока вы будете ему помогать. Понимаете? Вот. Поэтому, если вы действительно хотите, чтобы мужчина задумался о том, в какую, вообще, сторону он движется, куда он идёт и, как бы, что будет дальше. Если вам это интересно, если вы этого хотите, то перестаньте на него как-то, значит, давить и оставьте его вместе со своими, скажем так, с трудностями, со своими проблемами. Позвольте ему свои трудности и проблемы решить самостоятельно или не решить. Но любой выбор, какой бы он не сделал, какой бы выбор человек не совершил, вам нужно быть готовым принять. Иначе ситуация будет складываться вот так, что вы всё время будете в какой-то такой зависимости, которая, ну, для вас, по сути, ничего хорошего и не всё. Вы же всё-таки женщина, а не мама. Вот опять же, следуя тому, что сказал мой коллега, да, вы же хотите быть женщиной, правильно? Вы же не хотите быть мамой или, там, назирателем для него, там, следить за тем, как он использует свои ресурсы, да, деньги и так далее. Вы же, я думаю, вы же, я думаю, не хотите этого, ну, или хотите. Это вот, этого я уже не знаю. Опять же, не думайте, что я собираюсь вас, эээ, как-то судить, эээ, ни о чем таком и речи быть не может. Если хотите, например, контролировать, если вам нравится, вы же выбрали, в конце концов, такого, такого мужчины, который, вот, эээ, ну, ведёт себя так, значит, эээ, уже ваш выбор чем-то обусловлен. И это тоже, эээ, материал для исследования. То есть, если вы выбираете, эээ, кого-то, кто ведёт себя так, а вы не могли не знать, что мужчина такой, что, эээ, за этот выбор нужно нести ответственность. Понимаете? Вот. Ну, и несложно догадаться, что вы-то, эээ, выбор, эээ, вы ответственности за свой выбор нанесёт. Ну, потому что, эээ, вы пытаетесь переделать человека. Это означает, что, вот, я тебя выбрала, да, если я выбрал тебя, значит, эээ, ты должен, ты должен меняться. Это вот, как раз таки, эээ, проявление, к сожалению, безответственности, ээээ, значит, за свой выбор. Эээ, я думаю, что вот так вот нужно, можно ответить вам на вопрос, ээээ, значит, обратите, постарайтесь обратить внимание, эээ, больше на себя, постарайтесь, ээээ, обратить больше внимания на то, что делаете вы, на то, чем, чем, эээ, занимаетесь, и вы, эээ, постарайтесь больше времени уделять, ээээ, самой, ээээ, себе, постарайтесь, ээээ, отстраниться от мужчины, если не будет никакого улучшения, вот, и, соответственно, отстраняясь, не грубите ему, не удаляйтесь от него, но, просто, эээ, дайте понять, что вы не хотите более участвовать, эээээ, его, вот, в таких, ну, в таких, эээ, действиях, ээээ, дайте ему понять, что вам, ээээ, не нравится, как всё обстоит, то есть не объяснять ему, что он должен делать, да, не объяснять ему, что он должен делать, это, ээээ, в общем и целом, никакого смысла, ээээ, не несёт, а говорить, что вы хотите, что вам нужно, эээээ, понимаете, что для вас, ээээ, ценно, важно, интересно, эээээ, правильно и так далее. Понимаете? Вот это то, эээээ, что вам стоит внедрить в свою модель поведения, ээээ, ну, в ээээ, в свою линию поведения, то есть, ээээ, переход от практики, ээээ, значит, ээээ, указаний, да, переход от практики, ээээ, указаний, ээээ, вот, я полагаю, что если несколько раз вы это сделаете, если несколько раз вы так поступите, ээээ, то вы удивитесь, насколько это, ээээ, прекрасно и здорово, когда вы говорите о том, чего хотите вы, что нужно вам, и, соответственно, ээээ, человек либо принимает ваши позиции, ваши желания, либо не принимает, а вас устраивает, по сути дела, любой вариант. Вот, мне думается, что именно к такой истории, к такой ситуации и нужно стремиться, вот. И в этом мы вам, если, если вы хотите, конечно, в этом мы можем вам помочь. Но для этого нужно, чтобы, чтобы вы, ээээ, хотели этого. Для этого нужно ваше, ваше желание. Если желания не будет, или если вы обращаетесь только, эээээ, с целью поменять человека, то, вам помочь у нас не получится, а значит, вы, вероятно, так и будете, ээээ, привлекать и сближаться со слабыми мужчинами, потому что сами вы, возможно, слишком сильные, и это не позволяет мужчинам рядом с вами почувствовать себя мужчиной. Такое тоже вполне себе возможно, и обесценивать данный факт, ну, мне кажется, это абсолютно нельзя. То есть обратите, пожалуйста, на это самое пристильное внимание, с какими, с какими мужчинами вы, ээээ, вступаете в отношения, с какими мужчинами вы сближаетесь, вот. Обратите на это самое пристильное внимание, потому что это важно. Очень важно. Я думаю, что у вас, ээээ, есть, есть некоторый, эээ, запрет на близость. На близость только такую, знаете, эээ, настоящую, настоящую близость. Не такую близость, когда вы, ээээ, вот, для человека родитель, да? А именно, вот, близость такую, где люди равны и где каждый чувствует себя в своё место. Вот, собственно, это и есть та гармония, о которой говорил вам мой коллега. Вот, но, к сожалению или к счастью, я вот не знаю, эээ, для того, чтобы она, эта гармония стала возможной, и нужно над этим работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались, эээ, вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. А если вам понравился, эээ, мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.